Здравствуйте! Это Новосибирские новости и Анна Протоковила. О счастливых новоселах Долгостроя, новом доме для волонтеров и прогулке Дедов Морозов по пешеходной Ленина. Сегодня в выпуске. Проезд в общественном транспорте Новосибирска подорожал. Новые тарифы начали действовать с сегодняшнего дня. Теперь цена везде одинаковая – 30 рублей. Выросла стоимость билета в электротранспорте, автобусах и метро, в трамвае и троллейбусе придется заплатить на 5 рублей больше, в автобусе – на 4. Тариф повысили из-за роста затрат на горчосмазочные материалы, электроэнергию, оплату труда, капитальный и текущий ремонт. Все льготы при этом сохраняются. К другим темам. Еще два десятка обманутых дольщиков получат долгожданное жилье. Сегодня мэр Анатолий Локоть вручил им ключи от квартир в новостройке на улице Николая Сотникова. Ее вызвали благодаря региональному закону о масштабных инвестиционных проектах. Кировский район, улица Николая Сотникова. Строительство этих многоэтажных домов началось в апреле прошлого года в рамках инвестиционного проекта. Всего здесь 464 квартиры, общая площадь которых около 26 тысяч квадратных метров. Часть из них перейдет в собственность обманутых дольщиков. В этом доме получили квартиры, так называемые обманутые дольщики. Действительно обманутые дольщики новосибирцы, которые в свое время оплатили жилье и не получили квартиры. Мы решаем эту проблему. У нас есть инструмент, который показал свою эффективность. Благодаря принятому закону Новосибирской области о масштабных инвестиционных проектах за счет выделяемых дополнительных земельных участков застройщик достраивает дома, либо выделяет определенные площади, квартиры этим обманутым дольщикам. Вот здесь ключа. Я не выключить, на патчик хочу. Да, давайте. Это каранат, это называется так. Да, а ты квадрат, это называется. Поздравляю. Вот в этом доме 12 квартир обманутым дольщикам запланировано отдать части из жильцов, которые сегодня присутствуют. Мы ключи вручили. Приятная очень история. То есть таким образом решаем проблему обманутых дольщиков. Она остается по-прежнему устроить для города Новосибирска. В новых квартирах будут жить 19 обманутых дольщиков. В их собственность перейдет не менее 640 квадратных метров жилых помещений. Вот одна из таких квартир. Светло, просторно, уютно. Подведены все коммуникации, есть вода и отопление. Остается только завести мебель и можно жить. Проводится тендер. То есть не то, что нам просто кто-то это отдал, да, это проводится тендер. Условия тендера основное. Сколько квадратных метров ты можешь построить на этом земельном участке. Человек покупает за деньги, но ту площадь, которую он где-то оплатил, ну на которой его обманули, он ее покупает за 15% от рыночной стоимости. Дом по улице Сотникова будет введен в эксплуатацию в новом году. Жильцы уже получили ключи, но зданию еще не присвоен почтовый адрес. Так что буквально через месяц этот лифт поднимет в новые квартиры первых новоселов. Число возгораний в частных домах Новосибирска за этот год увеличилось на третье, а погибших в огне стало больше наполовину. Основные причины пожаров по-прежнему курение и неисправность электроприборов. Чтобы исправить печальную статистику в частном секторе регулярно проводят рейды по пожарной безопасности. Сейчас зимой, конечно, наибольшую актуальность приобретает именно печное отопление и электропроводка. Но неосторожное обращение с огнем все равно стоит на первом месте, особенно курение. У нас за этот год 4 человека погибли именно по этой причине из-за курения. А 8 человек погибли по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Вопрос использования пиротехники становится очень актуальным. Использовать пиротехнику строго в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Что помимо того, чтобы покупать в специализированных магазинах, обязательно нужно спрашивать сертификат безопасности и обязательно инструкцию на русском языке. Как получить субсидию на ремонт печи и электропроводки? Почти половина пожаров в Новосибирске происходит из-за неисправности печного отопления или электрооборудования. Деньги на ремонт печи, электро- и газового оборудования можно получить по муниципальной программе социальной поддержки населения. Кроме того, за счет бюджета можно установить автономные дымовые пожарные извещатели. С заявлением необходимо обратиться в комплексный центр по оказанию адресной социальной помощи в вашем районе. К заявлению нужно приложить паспорт, справку о доходах, свидетельство о рождении детей, документ на право собственности. Вся процедура от момента подачи заявления до выплаты денег занимает не больше месяца. В Новосибирске открыли первый добро-центр. В нем будут обучать волонтеров. Специалисты расскажут новичкам, как можно проявить себя. Объясняют, кому нужно помочь в первую очередь и как это лучше сделать. Здесь волонтеры смогут общаться, делиться своим опытом и поддерживать друг друга. Мы работаем сейчас круглосуточно буквально. Я вижу, сколько волонтеров помогает нам. Вы приходите к нам и говорите, что у меня есть два свободных часа. Я бы хотела их применить на благо общества. Что я могу сделать? А мы подскажем, как зарегистрироваться на сайте, как стать волонтером. Может быть, первый минимальный опыт или инструктаж проведем прямо сразу же на базе. Если мы развивали волонтерство 10 лет назад и готовились в Сочинской Олимпиаде, когда еще не было единых стандартов, то сейчас с открытием Доброцентра мы надеемся, что встроившись в единую федеральную франшизу, франшизу изменений, нам станет гораздо легче, потому что все организаторы волонтерской деятельности, мероприятий будут понимать, какие требования можно предъявлять волонтерам и какие обязательства они несут за волонтером. Когда мы сопровождаем мероприятия, волонтеры работают, бывает даже 12 часов, поэтому нужно к организатору применять какие-то требования, чтобы он обязательно понимал, что волонтеры – это не бесплатная рабочая сила. Я добровольческой деятельностью уже занимаюсь более 8 лет, соответственно, она, конечно же, самая интересная и самая разнообразная. Добровольцы нам нужны во всех направлениях, в том числе это помощь на городских крупных мероприятиях. В этом году Новосибирск у нас новогодняя столица, и каждый житель города может стать добровольцем и помочь в проведении вот этого действительно важного и крупного события на территории нашего города. Также я активно занимаюсь помощью ветеранам Великой Отечественной войны и сохранению исторической памяти. Здесь мы оказываем адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, помогаем по дому, стараемся уделить наше внимание и, конечно же, сделать самое приятное и показать, что добровольцы помнят о них, чтят память о Великой Победе и действительно готовы дарить свое добро старшему поколению. Деды и Морозы со всей России прогулялись по улице Ленина, нарядили елки у кинотеатра Победа. На радость юным и взрослым горожанам новогодние волшебники останавливались для селфи, играли с детьми и смело пили чай со льдом в кафе ресторанного дворика. День-то сегодня какой настоящий, сибирский, морозный, минус 20. Чтобы прогуляться с Дедами Морозами по центру Новосибирска, пришлось хорошо подготовиться, надеть валенки. Хорошо, что можно согреться в кофейне. У нас есть чай ягодный, цитрусовый, имбирный. Ты знаешь стихотворение? Да. Расскажешь? Я хочу чистить, но все хочу, потому что. Какой ты молодец. Дедушка Мороз, ну расскажи, чем тебя в Новосибирске почивали, все ли тебе понравилось? Чай горячий, почивали, вкусно все у вас тут. Ну так все приятно, народ добродушный, все хорошо у вас тут. Добра много. У нас начинается баттл. Поехали танцевать. Поехали. 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 Так, ну-ка, дедушки, дайте фору. И четыре. Новый год. С Новым годом Новосибирск, с новым счастьем, что в этом году исполнились все ваши желания. Обнимашки. Обнимашки. Путешествие делегатов первого съезда Деда Морозов по Новосибирску продолжится в выходные. За событиями можно следить на сайте новыйгод-здесь.рф. А уже завтра главные новогодние волшебники откроют самый длинный каток. Ледяная трасса протяженностью километр 300 метров ждет всех на Михайловской набережной. Картины, написанные шприцем, показывают в Белом зале Победы. Там открылась экспозиция Игоря Рязанцева, основателя нового стиля живописи под названием филомизм. Гостям выставки тоже предлагают выдавить краску через иглу и уложить ее на поверхность холста в виде тонких цветных нитей, создавая своеобразный нетканный акриловый гобелин. Все представленные картины на выставке написаны с помощью шприца и акриловых красок. Такой стиль называется филомизм. Что значит филомизм? Это картина, нарисованная нитью. Если присмотреться внимательно, то каждое полотно написано как будто бы вышито тонкой нитью. А эта картина называется «Путь длиной в километр». Сейчас оно, правда, еще пока маленькое, но приложить к нему руку свою может каждый. На мастер-классах все желающие могут подойти и нарисовать, либо написать что-то свое. Все эти полотна – лишь фрагменты одной большой картины. Со слов художника, это должно быть 60-метровое полотно. Все оно по кусочкам привезено у нас в Новосибирск. Получается, что эта история как один большой сериал. Это арт-википедия «Великий шелковый путь». Каждая картина 2 на 2 метра. Это некий арт-сериал, который повествует нам о Великом шелковом пути, о разных странах. Но стояла задача для самого себя – каждую картину, каждую серию сделать максимально непохожую на другую, максимально интересной. «Великий шелковый путь» – это не погоня за метражом, это представление в самом интересном, оригинальном виде через призму филумизма вот этого «Великого шелкового пути». Здесь, например, многорукий Шива сидит на тигре, а здесь лишь тень этой картины. Тут игра на воображение, а здесь можно потихоньку шептать желание, потому что сидит джинн и, возможно, исполнит их. И о спорте. Сноубордисты со всей страны соревновались сегодня в дисциплине «Биг Эйр». В Новосибирске проходит первый этап Кубка России. Морозная погода вносит дополнительные сложности. На трассе появляется ледяная корка, но спортсмены готовы выступать в любых условиях. Сноуборд-парк «Горский» сегодня здесь проходит первый этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «Биг Эйр». В таких соревнованиях спортсмены съезжают с трамплина, разгоняются и выполняют в воздухе различные трюки. Выглядит захватывающе. Все дисциплины в сноуборде разные. В каждом есть свои плюсы. Кому-то больше нравится прыгать, летать высоко. Кто-то любит скорость. Высота какая большая. Скорость тоже большая и пролеты такие достаточно серьезные. Ты можешь сделать какой-то маленький трюк, но лететь очень долго и чувствовать каждый сантиметр полета. А можешь сделать какой-то сложный трюк и получить удовольствие от того, что ты его сделал просто. Что ты превзошел самого себя вчерашнего. Погода отличная, условия хорошие. Сегодня почти что минус 30. Вообще, насколько это холодно или, может быть, наоборот, хорошая погода для «Биг Эйра»? Это очень холодно, потому что появляется корка изо льда и доска перестает хорошо ехать. Как вообще сегодня соревнования проходят? Насколько усложняет вот эта корка? Хорошо она усложняет, потому что и падать будет больнее, и когда захочешь на трамплин, совершенно другое ощущение. Перед этим катались, тренировались на трамплине, подготавливали свои трюки морально, всегда готовы. Уже много лет тренируемся, поэтому всегда готовы. А я, в принципе, люблю адреналин, поэтому трамплины – мое все просто. Честно говоря, даже стоять на такой высоте страшно, по крайней мере, мне не представляю, как отсюда можно съехать. Склон кажется очень экстремальным. А еще и выделывать в воздухе какие-то трюки – это что-то невероятное. Обычно перед этим есть какие-то сборы, раскатка. В этом году этого не было, потому что нельзя выезжать никуда за границу. Поэтому это мой третий день на судьбу. Соревнования закончатся завтра. Завтра же спортсменов наградят. Среди призов – медали, кубки и денежное вознаграждение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова